Родился Николай Спиридонов 4 апреля 1995 года. Петербургский школьник, во время съемок фильма «Итальянец», учился во втором классе. Ассистент режиссера смотрела на перемене детей для картины Светланы Шаманюк. «Путь» – фильм короткометражный, «Время и место действия», «Русь XI века», Калю и еще одного мальчика пригласили на пробы. Светлана, увидев Спиридонова, сразу поняла «Вот он, Прошка», хотя сначала на эту роль выбрали другого ребенка. В группе работал известный художник Владимир Светозаров. Он то есть спросил позднее Калю «Хочешь сниматься в серьезном кино?» И получив утвердительный ответ, посоветовал режиссеру Андрею Кравчуку взять на роль Вани Солнцева именно Спиридонова. Затем у Кали все было, как у взрослых актеров, «Звонок из студии», «Приглашение в следующий фильм», так он снялся в фильме «Счастье», «Там я на лыжах еду». Маленькая роль занят в картине о немецких военнопленных. «Полумгла» играет там сына главной героини, приютившей у себя пленного. Как говорит Коля, фильм о войне, «И я, Кеша», старинный фильм, так началась карьера юного актера. После выхода «Итальянца» Калю стали приглашать в другие картины. Он снялся в «Трое с площади Коронат», съемки которого прошли в Севастополе и закончились в 2008 году, блестяще сыграв роль Тима Селя. После этого была картина «Можно я буду звать тебя мамой», где Коле досталась его «Коронная» роль беспризорника Васи Найденова. Помимо этих фильмов юный актер снялся и в других фильмах, таких как «Волки», «Платина 2», «Янтарный барон», «Ликвидация» и других. В 2010 году вышли «Семейная история» и «Иллюзии охоты», где Коля сыграл далеко не последние роли. Наконец, летом прошли съемки сериала «Олимпийская деревня», в котором актер исполнил главную роль Сережи, мальчика из неблагополучной семьи, мечтающего стать футболистом.